Желаю вам, конечно, в первую очередь здоровья, счастья, всего самого-самого лучшего. Поздравления и цветы Мария Антоновна принимает с самого утра. В свой столетний юбилей женщина по-прежнему радуется вниманию и делится рецептом долголетия. Спокойствие, дисциплина семьи. Дети, мать, очень были хорошие люди. Очень воспитали 12 детей. Сейчас у меня очень хорошая дочь. Хорошо относятся ко мне, жадеют. Своих родных именинницы называют главным богатством. Помимо трех дочерей у Марии Мандолина есть трое внуков, пятеро правнуков и четверо праправнуков. Научить жить правильно в этой жизни. Быть добрыми, быть трудолюбивыми, дружными, чтобы мы жили стадружно. Говорят, надо девчата жить дружно. Этой простой истине ее научила жизнь. На долю Марии Антоновны выпало немало трудностей. Голод, война, потеря близких. Все это закалило характер. На протяжении 45 лет она преподавала в школе. И именно там зачастую черпала жизненные силы. Работа. Я любила работу свою среди детей, окруженной перед ними. И приходят в гости. И дети это відчували. Мою любовь до себе. Спустя годы Мария Антоновна по-прежнему в окружении детей. К поздравлениям присоединяются правнуки запорожской долгожительницы. Мы хотим пожелать ей счастья, здоровья, успехов в жизни, чтобы она жила еще дольше. И много-много всего. И чтобы радовала нас всегда своим день рождения. Чтобы приходили много гостей и друзей. Чтобы всегда мы видели всей семьей. Череда пожеланий за семейным столом не утихает. Сама же именинница в свой сотый день рождения беспокоится о родных. Пожелаю им крепкого здоровья и тоже больших лет в жизни. Как не тяжело, а жить хочется. Мария Маракеляна, Олег Мовченюк, ТВ5.